Итак, двигаемся вперёд. У всех психических каналов есть ещё некоторые вещи, которые очень важно знать. Первое, они все соединяются вот здесь, в области сердца. Вот здесь. И там находится психический... да, вот грудь, центр груди, вот здесь. Я рисую вот здесь, в центре груди. Вот здесь. Вот это место, вот здесь, вот это место, там находится наша судьба. А внутри вот этого шарика психического находится душа. Она как маленькая искорка, размерами с атом. И эта душа имеет сознание, которое наполняет всё тело. Энергия сознания — это энергия души. У души есть энергия, и она называется сознание. Эта энергия никогда не уничтожается. Это вечная энергия. И у этой энергии сознания есть три качества. Первое качество — желание жить. Это качество наполняет центральный канал сушумным. Желание жить. Второе качество — желание любить. Оно наполняет слева канал психический. И третье качество — это желание знать или преодолевать трудности, или разобраться. Ну, то есть желание жить, как бы наладить свою жизнь, что-то сделать с ней, со своей жизнью. Женщина хочет наладить свою жизнь. Нет, она хочет, чтобы кто-то наладил её жизнь. Она хочет найти такого человека, который бы наладил её жизнь. Или мужчина, допустим, он хочет раздавать любовь. Нет, он хочет найти любовь. Он хочет, чтобы им найти того, кого он полюбит. Он хочет. А женщина чего хочет? Она хочет найти того, кто её любит. Ну, то есть женщина является источником энергии любви. А мужчина является источником воли. Ну, то есть женщина надеется в жизни, что она встретит такого человека, что ей будет легче жить. Что она почувствует, что рядом надёжный человек, который даст возможность мне жить счастливо, любить, раскрыть свои способности внутренние. Мужчина хочет встретить такую женщину, которая даст ему возможность, возможность даст развиться, быть сильным, преодолевать трудности. Она должна поддерживать его. То есть мужчина должен поддерживать любовь к женщине, а женщина должна поддерживать развитие мужчины. Если люди не поддерживают друг друга, значит, нет семьи, всё рушится. Легко ли поддерживать женщине, мужчину? Очень трудно. Потому что женщина очень притязательна в своей психике к тем качествам, которые у ней самой не хватает. Ответственность. Она очень хочет, чтобы мужчина был ответственным рядом с ним, потому что ей этого не хватает. Но если раз она этого хочет сильно, она постоянно говорит, ну, говорит, да почему такой безответственный? И таким образом, когда она так ему говорит, она его гасит, то есть он теряет силы. Но если она преодолевает трудности и говорит, ты у меня на самом деле очень ответственный внутри, и ты скоро сам об этом узнаешь, так его воспитывает ненавязчиво. То тогда в этом случае у меня только на русском языке улыбаются. Вам смешно было или нет всем остальным? Я же пошутил. Или нет? Хорошо. Я обратная связь просто. Смотрите, есть два способа сказать мужчине. Один способ сказать ему приговор. Ты безответственный. И это значит, что он будет безответственным. Потом мы попозже узнаем, почему так. А второй способ – это сказать ему, что ты на самом деле ответственный, потому что ты мужчина, таким родился. Просто ты сам пока этого не понимаешь. Но ты скоро поймешь. Ну, то есть вера в мужчину. Мужчине нужно верить. Или, допустим, женщине надо поддерживать ее нежность, ее любовь. Допустим, женщина капризничает. Она, ну, через нее не движется любовь. Она обиделась, она капризничает. Но мужчина должен подойти к ней и сказать, не говорить ей, что ты капризная. Капризная означает, я тебя не люблю. То есть означает, зачем тогда жить вместе. То есть она не видит смысла тогда. Он подходит к ней и говорит, моя дорогая, ты у меня такая классная вообще. Вот, я чувствую, что ты у меня такая нежная, такая добрая. Но сегодня, наверное, не наш день. Что-то так ей сказать в этом моменте. И она тогда тоже начнет чувствовать, что ее поддерживают, что все классно, ей будет легче жить.